так это поход к реке да и вот улица вражная вон видите там какой-то развалищий сарай да удивительно но год назад мы на эту улицу же были да эта улица знаменита тем что тут собаки да гавкают да она вообще не дружелюбная такая по своей сути да улица вражная по своей сути не дружелюбная в общем-то тут все как бы да гавкает по кругу вякает и все такое прочее да и даже я тут иду я тут получается не очень ты дружелюбно и да да и дорога не очень дружелюбный вид какой-то это просто гравий на на обычной дороге на песчаный просто гравий насыпан и все вот и все чё это за улица вот видите и носится еще так по гравию кресло не боится пробить интересно спада но тут становится то нельзя тут в гравии в этом не выйдешь потом он тут на улице наверх но это в гараже да я там не был никогда но и да ладно я там быть ты не хочу чем я там делать я там был к то раз проходила ни хера хорошего нет туда идти там нет ни хера хорошего вот видите тут собнячки да вот первыми стали собнячки строить все такие деревянные да многоэтажные первыми вернее одними из первых да то есть были еще 90-е годы а вот такая хрень начала уже строится да ну вот это вообще коттедж да вообще коттедж мечтаю в таком жить да буду в таком жить вот будет меня такая машина и такой коттедж я согласен да тогда вы согласен конечно несомненно да у меня вот такой коттедж не надо брать ему там в конце вот тупичка может в конце такого тупичка мне коттедж не нужен мне вот такой нужен какой-то если я покажу только что вообще the best the best the super top супер без того на масса номер один коттеджи in the world вот чем можно сказать по этому поводу то равно сетка рабица какой-то обнесен но это всегда исправимо это исправим мы пойдем сюда посмотрим я уже ходил сюда где-то год назад да это улица вражная и она не просто так наживать называется да я не шучу пошел тут вот прямо натуральный враг вообще вот тут видите то ни хера не пройти только ногу сломать можно как это мини-спуск да вот и железные гаражи были они расфигачивались да потом еще еще и туда вниз и вот этот гараж видите он там деревянная штука вот по центру я показываю ее тоже вниз несло и дальше дальше ведь там по центру прям кадра какой-то домик да он тоже и вниз несло вот такая вот она это улица по вражде не а вот это тут дизайнерское решение мне не нравится я бы не купил их честным такой домик можно и жить не у хорошо но чисто по дизайну он мне не нравится да и доезжать до сюда каждая их это все без проблем в машине но я бы не стал туда же такой разворот изгоряет что выехать вот разворот такой прикольно нет низнявки так тут камера нужно на нас смотрит я на камеру тоже собачка грустит там где-то вот там внизу огороды и туда не пойду я спустился дать ложный путь там ничего нет в этих огородах как-то я прошлом году то спускался и позапрошлым вот он туда соврага прыгаешь вот тут сгоревшие сарае какой-то там гараж стоит отдельно допада подоку назову это гараж подоку вот собаки гавкают все развалено все развалено тут все на я могу еще с одной стороны подойти но они больше того не буду стараться что-то снимать вот дофига дубанчик вот он чей-то бывший участок видите сгоревшие в прошлом году не был сгоревший сарай да еще на к это веранда да какой-то гараж тоже подоку и видите тут что-то был тоже как гараж он разбитый просто приты лежат бетонные вот господа посмотрите видите коттедж коттедж и барак надстроенный и потом 5 коттедж как они тут уживаются херах знает но и мы идем дальше нам нет интересно да даже не вот этот забор заходи кто хочешь это у нас на даче такой же тоже заходи кто хочешь там переходи да ничего тебе за это не будет да то есть вот он тупальный пух летает офигеть и улица враженная 20 видите по центру а враженный 20 но мы идем нам не нужна эта улица нам нужна река я хочу посмотреть на потом вернуться вот этот коттеджи до безвкусные ведь впереди и действительно их начали строить еще то есть 2000-е в начало да я думал чё это такое за хрень то ведь тут как бы ходили всегда на реку да тут приходится обходить и мы все офигевали да просто я вообще дошкольником был и школьником я офигевал от этого всего то есть не перегородили все весь проход вот коттеджами как я буду тут на реку ходить так постойте я сначала сюда пойду тут есть тропинка найдет куда нет просто сваливать к это хрень то есть вот эти огородники дачники они всегда приходят с тележкой и вываливают этот зелень до чтобы враг был поменьше чуть-чуть ладно это мусорная яма понятно в общем то тут уже частная территория начинается видите тут как бы не не очень да но такое а мне надо вниз ступенькам есть вниз налево вниз направо сначала вниз сюда тут частные владения видите дверь замку мне сюда не надо я сюда иду вот видите тут огороды из 90-х и 70-х и кто-то еще видите занимается тем всем хотя глупость это невероятные огороды это прошлый век вот даже за открытый огород я туда ходить никуда не буду потом ведь все поросло там тоже как на нашей даче никто ничем не занимается то есть есть пенсионеры то есть да они занимались когда-то этим всем а сейчас их нету в живых в основном он ведь вот еще один огород но уже заброшен такой вот видите там матрас стоит в этом огороде да лежит шуба и лежит сгоревшие просто какая-то кастрюли вот и все что тут есть и из-за навешены старым матрас для этой самой старой простыней вот 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 так вот а забор рухнул получше то еще тут сохранялась до прошлого года а в этом году тут все уже рухнуло вот чисто конкретно тоже ничего не будет тоже будет просто у реки вот эта хрень да все а тут бы забор этот был еще прошлом году я ходил я боялся боялся туда подойти ну вот линии электропередач и как вы видите сама река вот тумбочка мангал костры шашлыки и сама река вот тут хоть лапу окунай не знаю решусь не окунуть лап а здесь уже как-то не очень вот видите ничего не видишь только реку да вон она там как штуковина то есть на от столба и вот еще вторая часть там стул разобранного там варь валяется сгнил уже ладно еще туда пойду а пока я запишу другое видео вот это вот часть будет что следующее это будет для другого видео просто посидевки посидевки у реки и все же когда лапы опускаешь в абсолютно холодную воду вообще вредяное это совершенно другое ощущение вообще видите не вы не можете почувствовать но просто поймите замораживает вообще просто сводит и это очень мило вообще до невозможности вода градусов конечно 7 только до максимум может 6 может 7 я в сказал 4 до 6 вот вода несмотря на то чтобы они плавают топориный пух 4 до 6 вот за этими ощущениями мы как бы и шли сюда и они того стоит и опять все вот эти холодные вещи холодные они под линиями электропередач под теми же по факту только под другим направлением те же да но по теми же самыми вот и вот там вот уточки как я их увеличу то я как-то постараюсь увеличить но тот битрейт я сломаю но вы видите вот она и поперла да все больше не буду увеличивать ладно не будут на время издеваться это видео это не так будет в хуём качество загружено вообще холодные да то есть до коленей промерзают теряют лапки управления вот это вообще супер кто в таком не был тот не поймет допустим кого-нибудь богач на это самое да в дубае поедет в дубае в майами еще куда-нибудь будет там в лапы лапы будет в море запускать вот лапы будет в море да вот море в такое да вот глубокий такой будет море большая лужа он будто лапы запускать он не поймет никогда вот этого что значит засунуть их в холодную воду он даже кайфа не почувствует такого пуш он не поясом и кайф воды что что ты от горячего сразу холодные переходишь а не то что ты прям поджарился там в этой в майами где 32 градуса средней температуры годовая а потом пошел в воду и там 20 градусов воды это вообще не кайф это просто способ выжить это не кайф в этом нет ничего крутого а вот здесь вот посидеть это конечно другой дел совершенно понимаете никакой богач вообще не понимает очень ни хера шин дебил им чё парит чё покажут там айфончик какой-то они покупают вот это для доунитусы на эти богачи ладно последний раз последний раз погружаю лапки и хватит мне не знаю как вы там но не хочу наступать там наверно пиявки вот прилипнет еще тварь на ну так так это холодно просто сводит если отсюда до корень сводит потом едва может двигать то соответственно если ты полностью залей что-то вообще не сможет это вылезти без посторонней помощи мне бы такое не хотелось бы вот ладно вылезашки все хватит с этой реки пойдем дальше гулять по берегу